Повысить на 2% тарифы ЖКХ вместе с увеличением налога на добавленную стоимость с 18 до 20% предлагает Минэкономразвитие страны. Об этом сообщают известия со ссылкой на пресс-службу ведомства. Данная мера объясняется тем, что рост НДС принесет коммунальщикам убытки в десятки миллиардов рублей и увеличит долги в отрасли до полутора триллионов. Рост тарифов, по мнению авторов инициативы, позволит предотвратить такой исход дел. Сегодня, 6 августа, в корпоративный оплачиваемый отпуск ушли сотрудники КАМАЗа. Отдых заводчан продлится две недели, до 20 августа. Ремонтные и сервисные отделы, а также частично бухгалтерия продолжат работу в штатном режиме. Напомню, корпоративный отпуск на автогиганте предоставляется дважды в год, в январе и в августе. Уровень безработицы в Набережных Челнах достиг рекордного минимума за последние 10 лет. Такое заявление сегодня на совещании в мэрии сделал Наиль Магдеев. Безработица в Автограде, по официальным данным, не превышает полпроцента. Тем не менее, в городе продолжают проводить ярмарки вакансий. Ближайшая пройдет в ДК КАМАЗ 9 августа. Начало в 10.00. 18 августа в Набережных Челнах начнет работу медовая ярмарка. Торговые ряды развернутся на площади у ДК КАМАЗ. Приобрести продукцию пчеловодов горожане могут с 8 до 17 часов. Принимать покупатели сельскохозяйственная ярмарка будет до 26 августа включительно.